Доброе утро. Элиот Аранцун, социолог и ученик Абрахама Маслум, помимо того, что доказал, что нам более симпатичные люди, которые несовершенны и могут ошибаться, знаменит еще одним экспериментом. Он взял случайным образом две группы студентов и одной группе сообщил, что они обладают незаурядными способностями. Другой группе было сообщено о срочной необходимости больше заниматься. И что в итоге? В итоге оказалось, что первая группа студентов начала показывать катастрофически хорошие результаты в учебе. Вторая группа никаких улучшений не показала. Ноль. Этот эффект позднее подтвердил психолог Роберт Розенталь. Розенталь взял учеников начальной школы и проверил их интеллект. Затем он показал учителям фиктивный список тех, кто показал очень высокие результаты. На самом деле он выбрал фамилии случайно, совершенно независимо от результатов тестов. В конце года, при повторном тестировании, именно эти школьники показали заметно лучшие результаты по сравнению со сверстниками. Почему? Оказалось, что учителя подсознательно выделяли этих школьников, давали им больше шансов, внимания и обратной связи. Их ожидания от группы были выше. И эти ожидания создали новую реальность. Розенталь так объяснил свое открытие. То, что один человек ожидает от другого, может стать самоисполняющимся пророчеством. Эффект получил название Пигмалиона в честь легенды о скульпторе, который влюбился в одну из своих статуй, и она ожила. С этой точки зрения, если вы хотите добиться результатов от своих детей, мужей, жен, сотрудников, не говорите им, чтобы они лучше учились и работали. Вы ведь знаете, что это бесполезно. Лучше не навязчиво похвалить их «выдающиеся» способности другим, но так, чтобы сам объект похвальбы как бы случайно все это слышал. Вы не поверите, но результаты превзойдут все ваши ожидания. С добрым утром!